Никто не ожидал такого эффекта, но похоже, что путинский орешник на скорости в 10 мах врезался в дубовый русский рупий, и тот наконец треснул. Пока простейший с трибуны рассказывал, как бывшая советская ракета, а нынче секретная вундервафля 4-го рейха, разнесет все на элементарные частицы, оставив за собой лишь пыль и озера протоплазмы, национальная валюта одичалых резко обесценилась по отношению к богомерзкому доллару. Чуть ли не за одну ночь рупий подешевел сразу на 10%, и доллар в лаптиканде начал стоить 114 рублей. Начал стоить, но это не означает, что его можно физически приобрести именно за такое количество рупиев. Доброго вечера, мы из Украины, выдаватель с проекта Украина в огне, манез Ват и Рауль. На этом месте ставим лайки, не забываем про перепосты, подписываем своих друзей и знакомых, родственников котов и собак. Если хотите помочь проекту, в описании к видео есть наши реквизиты. В конце жду ваших комментариев. Снижение курса рубля продолжает разгонять инфляцию, и многие эксперты считают, что без дорогой нефти и газа это приведет к очередному увеличению цен на все основные товары и услуги. Если совсем просто, валюты мало, а напечатанного и ничем не подтвержденного рупия в стране очень много. В результате все начинает дорожать, несмотря на то, что на рупии добавляются очередные нули. В это же время долларов и евро становятся все меньше, а значит все меньше денег на закупку комплектующих и технологий для ведения войны. И не только войны. По мнению большинства вменяемых российских экономистов, и Центробанк, и правительство осознанно идут на инфляционные курсовые риски, потому что слабый рупий тут же покажет хороший доход, и все бюджетники своевременно получат свои зарплаты. А главное, контрактники тоже получат свои зарплаты и выплаты, но в реальности все получат на 10, а может и 30% меньше. Короче, Старикабаев и его правительство приготовило для населения хорошую мясную сосиску, но из мяса там крысиные хвосты, а все остальное пенопласт, соя и ароматизаторы. Разумеется, даже в таком состоянии Лаптиканда способна вести войну, но если будет продолжать, уже в 2025-м все может схлопнуться как карточный домик, особенно если Трамп реализует свою угрозу обвалить цены на нефть. Также не будем забывать, что все лучшие друзья Лаптиканды от Китая, Индии и до всего коллективного юга любят русскую красавицу не за длинную косу и старческую удаль Кабаева, а за валюту нефтегаз. Как только деньги закончатся, а США и другие городки рынка предложат лучшую цену на нефть, даже Северная Корея отвернется от любимого друга, потому что Раша это Раша, а нефть по 40 это нефть по 40. Вокруг обеих Кореи сейчас, кстати, настоящие пляски. В Южную слетал наш министр обороны, вернулся несолоно хлебавший, корейцы отказались продавать нам оружие. Я надеюсь, что это всего лишь официальное заявление, а завтра Чехия или Франция приобретет нам снаряды 155-го калибра, что не противоречит законодательству обеих стран. Не все нет, это нет, хотя многие да, это точно нет. В свою очередь в Северную Корею с визитом отправился одичалый министр обороны. Думаю, будут опять просить снаряды и ракеты, а также и укреплять дружбу между двумя братскими народами. Для лаптиканды это важно. Ходят слухи, что с Инном хочет встретиться рудачелый Гетман Дональд. Посолив тому личный аккаунт в Твиттере, золотую Теслу и доступ к магазинам в Париже, Трамп планирует уговорить Инна отвалиться от оси зла и прожить счастливую жизнь умеренно ушибленного диктатора, как это делали его деды и прадеды. Да, я знаю, что сейчас заплевав мониторы пеной и источив клавиатуру когтями, одичалые строчат под сюжетом комментарий, где рассказывают, что там, где Россия-матушка похудеет, анорексичная Украина умрет, что у нас гривна тоже не крепнет, что налоги растут и наш барак уже выглядит не сильно лучше ихних или даже евойных изб и землянок. Сразу скажу, да, вы во многом правы. Если бы не деньги и оружие от коллективного запада, нам бы давно был бы каюк. Но ведь из этого оружия кто-то стреляет, на эти деньги кто-то осуществляет государственное управление, а раз есть налоги, то кто-то занимается производством и предоставляет услуги. Таким образом получается, что мы отнюдь никакое не фейковое, а вполне себе древнее государство, в столице которого похоронен великий киевский князь, основавший эту Москву. И если уже третий год миллионная армия Урукхая при содействии Китая, Кореи, Ирана, Сирии, Индии не могут захватить даже Донбасс, то тут уже возникают вопросы. А точно это мы не настоящие? Может это у вас сказочная империя на курьих ножках? И да, я уверен, что сейчас в ваших телевизорах появятся запойные лица экономистов-коробейников, которые вам расскажут, что для экономики лаптиканды нет ничего прекраснее рупия по 500 за доллар, потому что тогда каждый учитель будет получать по триллиону в месяц и наконец-то не будет себе ни в чем отказывать. Вам рут. Рупий падает, потому что ваша экономика сгорает в огне войны, потому что контрактникам платят ничем не обеспеченными фантиками, потому что вы торгуете сырьем, а покупаете импортные товары с высокой добавленной стоимостью. Для тупых. Айфон стоит, ну, условно, полторы тысячи долларов. Баррель нефти пока 70 долларов. Нетрудно посчитать, что вы меняете один айфон на 21,5 баррель нефти. Ну, как вы? Тем не менее. Тем не менее, ваши элиты и ваш средний класс, который худеет, но тем не менее, продолжают покупать все на Западе в три доллара. Нагадаю, что партнер нашего проекта страховая компания экспресс-страхование. Знаете агрегатор Hotline Finance, потом находите нашу страховую и буквально в три клики вы с легкостью сможете оформить собью автоцивилку за вигидными умовами. Користуйтеся. Теперь о наших перспективах. Я про Украину. Перспективы одичали как бы вырисовываются. Мне на данный момент очень понравилась последняя статья в «Британском экономисте». Не в последнюю очередь из-за того, что журналисты собрали буквально все тезисы, которые мы с вами генерили, начиная с лета этого года, после провала нашего контрнаступа. Итак, Трамп не может просто так сдать Украину, потому что он считает себя гениальным переговорчиком и продавцом. Наша капитуляция – это автоматический позор для США и коллективного Запада, полный закат международного права и личное поражение для Дональда, который, как вы понимаете, никогда не принимает поражений. Переговоры не могут идти о границах 1991 года. Переговоры будут идти о государственном суверенитете подконтрольных территорий. А все усилия Запада после наступления мира должны быть направлены на вооружение Украины, на подъем экономики и, как вежливо замечено в статье, на обновление политической системы. Как я и говорил, мирное время мы должны потратить на то, чтобы новое нападение никогда не состоялось. Хочешь мира? Готовься к войне. Древняя латинская поговорка. Одичалые, кстати, в каком-то из сюжетов кричали, ах вот, мы только что вскрыли ваши секретные планы, вы хотите мир, чтобы потом снова на нас напасть. Ну, как бы там в палате все спокойно. Ну ладно, то такое, продолжаем. В общем, не грабеж и коррупция, а создание сильного милитарного государства с мощными демократическими, а не авторитарными институтами президента и его назгулов. Без смены элит и политической воли нового руководства страны добиться этого будет невозможно. На Западе это понимают. Россию возможно принудить к миру. Есть запас по санкциям, у США в запасе как минимум есть парочка тысяч тамагавков, тысячи танков и бронетранспортеров и миллионы снарядов у той же Южной Кореи. Нужна просто политическая воля, чтобы нас вооружить нормально. Если я прав, союзникам Кабаева, особенно Ирану и Китаю скоро будет не до его проблем с СВО. А вот Британия, Франция и Германия вполне могут ввести свои войска в Украину для создания демилитаризованной зоны. Есть и расхождение. В экономисте считают, что лучшая защита Украины от лаптиканды принять нас в НАТО даже в таком виде. Прецедент есть. Разделенная Германия прямо по Берлину. Западная, напомню, была принята в состав НАТО, о чем всегда стыдливо забывали нам рассказать и Меркель, и Шольц. Я таких радостных настроений не разделяю. Для Путина НАТО это какая-то послеродовая и подростковая травма одновременно. В этом вопросе он будет потрясать орешникам и реально лупить им по Верховной Раде, Офису Президента и Министерству Обороны. Он никогда не остановится в этой войне, если нас решат принять в НАТО. Почему-то мне так кажется. Что касается самого НАТО, даже внутри Альянса не все страны уверены, что по отношению к ним сработает пятая статья. И все включат мушкетеров, которые все за одного. Ведь мы знаем, что среди трех мушкетеров как минимум есть гвардейцы кардинала в виде Фитца и Орбана. Партизанский отряд, как всегда, с предателем. А вот с выгодами от присоединения Украины к западному миру, я не говорю про НАТО и ЕС, я не говорю про НАТО и ЕС одновременно, я говорю про западный мир. Здесь я абсолютно согласен. Закаленная армия, боевой опыт современной войны, передовые технологии по дроном и роботизированным системам, человеческие ресурсы, тяжелая промышленность, полезные ископаемые, плодородные земли. И, конечно же, это все аргументы. А важный аргумент для Дональда это украинская армия с вооружением от ЕС и Британии. Это мощная стабилизирующая сила на континенте, которая снимет нагрузку на армию США. Теперь осталось понять, в каком формате мы можем интегрироваться в Запад. Скорее всего, а особенно глядя на наше политическое руководство, я про все 30 лет независимости, нам надо вступать в ЕС, потому что по-другому толку не будет. В идеале нам бы еще новый военный союз, который был бы готов воевать вместе с нами, и толковая команда технократов, которая заменит Гетманцева и Насгулов. Но это уже, как вы понимаете, другая история. Что касается ближайшего будущего, до февраля нас ждет бесконечный кошмар из Оречников, перемешку с крылатыми ракетами и дронами. На фронте ад только усилится, и все будут стараться получить максимум до момента, когда Трамп грюкнет маском по столу и скажет, я вам сейчас покажу Миланкину мать. На этом все. Выдавился проект «Украина в огне». Помните, что рано или поздно империю будет разрушена. Слава Украине! Продолжение следует...